Привет, с вами Ксения и это Ксю ТВ. Во время отпуска, как правило, совсем не хочется заботиться о маникюре. Для многих идеальный вариант сделать покрытие гель-лаком и забыть о ногтях на весь отпуск. В этом видео я хочу рассказать об альтернативном варианте покрытии стрип-лак от марки Александра. Это некий гибрид обычного лака и гель-лака. От обычного лака стрип-лак отличает долгая стойкость покрытия и полимеризация в лаке. В основе названия стрип-лак слово стриптиз прослеживается не случайно. Таким образом, создатели хотели отметить основное отличие этого покрытия от гель-лака. Способ снятия с ногтей пилов, никаких растворяющих жидкостей и фольги. Достаточно просто подцепить покрытие и снять его с ногти без ущерба ногтевой пластине. А начнем мы с полировки ногтей. И это еще одно отличие от гель-лака, перед нанесением которого ногти, как правило, матируют. Этот прием перед нанесением стрип-лака недопустим. Полировка – очень важный этап. Чем гладче будет ногтевая пластина, тем легче будет сниматься покрытие и тем меньше шансов травмировать ноготь. Мало того, что мои ногти сухие и склонные к расслаиванию, так они еще имеют и продольные бороздки, что сильно усложняет полировку. Я не могу полностью зашлифовать борозды. Это сильно истончит ногти и они могут треснуть. Приходится удовлетвориться чем-то средним. И я уже заранее знаю, что оставшиеся борозды не дадут стрип-лаку сойти гладко. Однако в моем случае это все равно лучше, чем гель-лак, который при снятии счищает вместе с собой часть ногтя по всей площади ногтевой пластины. Следующий этап – обезжиривание. Если присмотреться, неровности от бороздок хорошо видны по преломлению гликов на ногтях. Приятное отличие стрип-лака от гель-лака в том, что в качестве базы и топового покрытия выступают одно и то же средство. Топ и база в одном флаконе не только удобно, но и экономно. Теперь несколько советов по нанесению. Для того, чтобы максимально приблизить покрытие к кутикуле, перед нанесением следует ее отодвинуть. И еще один совет. Так как ноготь отполирован, покрытие может немного с него соскальзывать и собираться. Поэтому для идеального результата лучше сразу после нанесения предварительно фиксировать каждый ноготь в лампе. Не пугайтесь, совсем недолго, в лайт-лампе хватит и 10 секунд. Я фиксировать не буду и сразу перейду к этапу основательной полимеризации всей руки. Время полимеризации 60 секунд в LED-лампе, 120 секунд в UF-лампе. Кстати, вместо лампы можно использовать солнце. Очень удобно в отпуске. При нанесении цветного стриплак покрытия удаление дисперсионного слоя не требуется. Но мы пойдем другим путем, потому удаляем. Теперь самое интересное. Несмотря на то, что стриплак имеет широкую палитру цветных покрытий, их использовать совсем не обязательно. Можно обойтись любым обычным лаком из вашей коллекции. Главное, чтобы он был запечатан между слоями базы и топа. Безусловно, цветное покрытие стриплака прозлужит существенно дольше. Но возможность 2-3 раза дольше, чем обычно без единого скола проносить обычный лак, дорогого стоит. Следует отметить, что практически любой обычный лак держится на моих ногтях 2 дня. К концу вторых суток уже наблюдается несколько скола, а затертые кончики частенько появляются в первые же часы. Возможно, потому что я много печатаю. Высушиваем первый слой лака, как обычно. И переходим ко второму. Высушиваем. И обезжириваем. На всякий случай. И снова стриплак 2 в 1. Теперь уже в качестве топового покрытия. Нужно, чтобы лак оказался полностью окутан нижним и верхним слоем стриплака. От этого напрямую будет зависеть стойкость покрытия. Потому снова воспользуемся пушером и отодвинем кутикулу. Важно рассказать о взаимоотношениях стриплака с водой. Вода размягчает ногтевую пластину и делает покрытие уязвимым. После длительного контакта с водой следует немного поберечь покрытие от сильного внешнего воздействия. Если вы только не хотите его снять, ведь это один из способов снятия стриплака. Как только ногти подсохнут, свойства покрытия будут восстановлены. Полимеризуем. Снимаем дисперсионный слой. И маникюр готов. Я не первый раз тестирую стриплак. Также узнала мнение из тех, кто уже успел его опробовать. И в целом мы пришли к следующим выводам. Стриплак прекрасно работает на здоровых ногтях. И выполняет все возложенные на него функции. Особенно при использовании цветного стриплак покрытия. Долго носится и снимается одним лепестком, без единого повреждения ногтя. Но если вы обладательница ногтей с повышенной влажностью, стойкость покрытия может быть снижена. Обладательницам сухих ногтей стоит наоборот ждать повышенной стойкости. Правда при этом придется и подготовиться к более существенным трудностям снятия. Даже полировка не всегда помогает красиво одним движением избавиться от покрытия. А вот тем, у кого ногти склонны к расслаиванию, следует быть готовым к тому, что вместе со стриплаком местами может быть снят небольшой слой ногтя. В любом случае повреждения будут меньше, чем от гель-лака, но обойтись совсем без них вряд ли получится. Осталось выяснить, насколько хорошо сохраняется покрытие стриплак в отпуске. На этом первая часть видео заканчивается. Оставляйте комментарии, это важно. Подписывайтесь, это тоже важно. С вами была Ксения. До встречи во второй части видео. Субтитры создавал DimaTorzok